Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра ТРТ, чьи это версия у нас получается 0.7.5.2. Это нестабильная версия и буквально вот вчера я начал стрим с самого начала на нестабильной версии, потому что, ну, в предыдущем видео я говорил почему так произойдет. Сам стрим вы сможете посмотреть в группе ВКонтакте, ребят, проходите ссылочка под видео, не забывайте подписываться, там теперь будут вообще выходить все стримы, то есть записи стримов с Твича и с Ютуба, конечно же, тоже. И в этом видео я расскажу, что произошло на стриме, что вообще было на стриме, да, как бы такой, ну, видеоотчет, наверное, и немножко расскажу о нововведениях, которых я увидел. Первое же, что вот бросилось в глаза, это якорь. Как-то я на стримах, ну, рассуждая, говорил, что не хватает якоря, не хватает якоря для устройств, для устройств на плитах, ховер-плитах, да, то есть очень множество, где якорь пригодится, и вот теперь якорь появился. И вот в левом нижнем углу есть вот такая анчортэч, как видите, я вот нажимаю, и я приякирался, не знаю, как правильно сказать. Притом у меня стоит устройство, откуда вылезает якорь, как бы, это поворотный блок, да, то есть для вышек, и, собственно, я могу вертеться, крутиться, стреляться, и при этом, при всем, как видели, черная дыра заработала. Вы видели, сейчас черная дыра заработала, и когда будет утро, заработают солнечные панели. И это, ребят, просто имбаланс. Не забывайте, что нестабильная версия, вот, солнечные панели заработали, как видите, то есть я начал заряжаться. Это имбаланс на данный момент. Не забывайте, что это нестабильная версия, и поэтому, ну, это все может быть исправлено, да, то есть, спокойно, видите, я отключил и поехал дальше. То есть в любой момент вы деретесь с врагами, вы можете нажать на этот якорь и встать на якорь, собственно говоря, да, и начать заряжаться и воевать с врагами. В любой, вообще, вот, совершенно, который вам вот приспичит, то в тот момент вы это можете сделать. То есть вас ничего не ограничивает, при этом, при всем, не нужно даже снимать черную дыру. Также добавилась такая вот интересная штука, как определенный, вот, сейчас покажу, давайте, вот, получится так вот. Нет, не получится, получится вот так вот. Допустим, мы вот так вот делаем наше устройство, ставим его здесь, вот так вот, так вот, вот так вот, так вот, так вот. И теперь мы можем нажать вот на такую вот штуку. И, оп, видели, что произошло? Это устройство пропало. То есть, вместо того, чтобы, это мне подсказали на стриме, кстати, вместо того, чтобы разбирать какое-либо устройство свое, да, если вы его хотите в инвентарь перенести, вы можете вот нажать на такую правую кнопку, да, то есть на черную дыру, и когда вот пройдет кружок, ваше устройство переместится в черную дыру, то есть все блоки, которые там у вас находились, да, в этом устройстве, они переместятся в черную дыру, даже если черная дыра не активна в данном случае. И это прикольно. Это реально прикольно. Следующее, что интересно, это то, что падают теперь блоки, ну, нестабильные блоки из всех подряд сундуков, там нестабильные блоки, разноцветные блоки, то есть, допустим, вот сейчас вот можно, видите, вот эти вот сцепки, да, вот эти вот прицепов, то есть сцепление прицепов найти, разнообразные колеса, вот у меня уже есть вот такое вот колесо есть, да, то есть, ну, понимаете, то есть, конечно, вот лазер, допустим, есть, вон там появился вражин. Есть такие блоки, как вот, допустим, указатель уровня топлива И, допустим, если... В чем суть-то, да? То есть, вот, допустим, наводим на него Нажимаем описание Этот блок добавит указатели уровня топлива Цистерн, теха на ваш дисплей Я понимаю, дисплей это, ну, вот, как бы наше меню, да? Но здесь, как видите, я вот добавил и ничего здесь нету То есть, не работающий блок, но... Но эффективный То есть, вместо того, чтобы вот следить вот за этим параметром Где-нибудь здесь бы датчики какие-нибудь были Это было бы круто О, давайте вот этого громилу разнесем Потому что он что-то какой-то сопротивляется за всех сил Воу-воу-воу, у меня, по-моему, лазер сломался Нет, это мой лазер Ой, это вражеский лазер, все И вот вместо того, чтобы сейчас доставать черную дыру, да, там, или что-то Мы просто встаем на якорь При этом начинаем заряжаться И при этом сейчас соберем все блоки По-моему, просто имбаланс Ладно Также вот экспериментальные блоки, как вот радар ресурсов Которые очень древние Которые до сих пор не был введен Ну и множество-множество таких вот дополнительных ресурсов Как средний генератор тоже выпадает И новые блоки Вот титановый блок титана, по крайней мере У меня есть Как он работает, я, честно говоря, пока не знаю Но, допустим, если вот так вот на него навести, написать Всего лишь пока что по-английски Но вся суть в том, что он в себе сдерживает 24 блока То есть я так понимаю, когда мы собираем какие-то блоки Он сразу их вот в этот инвентарь складывает И таким образом можно перевозить или хранить Я вот не знаю насчет перевозки, но хранить, наверное, точно в таком вот варианте можно То есть очень вот прикольная новинка такая Также вот Есть такой вот блок-дроппер, да То есть у меня появился Это типа скидывает с конвейеров блоки Как это использовать, я немножечко не понял Но все-таки Вот единственное предложение, которое на стриме прозвучало Я уж не помню Автора этого предложения Это то, что можно, допустим, делать длинную конвейерную ленту Не соединяет конвейерную ленту То есть это выпадает, сбоку поднимает Как бы, да, то есть вот здесь, допустим, выпадает А здесь есть подъемник ресурсов Он здесь его поднимает, дальше он выпадает И, ну, вот так вот перемещать на большие расстояния ресурсы Если это понадобится Конечно, сомнительная вещь, но все равно Факт того, что это возможно, есть Дальше, ну, про устройство я не буду рассказывать, да То есть здесь куча батарей Здесь геокорпусские колеса, немножко двигателей добавлено И вот рампы Рампы добавили Сейчас мы к ним приедем А то они у нас есть Вон, вон, я уже вижу первую рампу Крутотецкую рампу Прям вообще божественную Еще раз напоминаю, что это все-таки альфа-версия, да То есть нестабильная Вот рампа Вся суть в том, что здесь нужно выполнить задание То есть либо прыжок, либо проехаться с какой-то скоростью, к примеру Вот сейчас мы проверим Мы еще прямо вот на этом устройстве попробуем У меня скорость, конечно, небольшая, но Мы попробуем Здесь, скорее всего, прыжок То есть надо прыгнуть настолько высоко, чтобы Попасть в какой-нибудь, наверное Вот так вот Видели, как это было круто, да Это просто эпично И теперь, если я не ошибаюсь Блин, ну ты серьезно Если я не ошибаюсь Мне должны дать блок Нет По-моему, я прыгнул, но там, наверное, еще надо было провести Да что ты прям Блоки, вы что-то Что-то как-то Меня бесите немножечко Короче Вот эти рампы, которые добавили Вроде бы прикольные идеи, да То есть Но вот смотрите Первое, что я делаю, да Это я чищу Пространство для того, чтобы пройти эту рампу Давайте еще раз попробуем Да, конечно Тут, понятно, не на этом устройстве надо Что-то я не понимаю Я выполняю его или не выполняю Непонятно Так, ладно, окей Давайте по-другому У меня есть специальная машинка Я даже специальную Маленькую машинку поставил Которая Которая должна выполнять функцию То есть Маленькая машинка С двигателем Чтобы вот как раз таки Проходить всяческие такие задания Давайте попробуем стартануть Тут еще у меня стоит реактивный двигатель Ну понятно Для чего Что-то непонятно Что-то непонятно Я вроде перепрыгиваю Но похоже не подходит Ну Вот Вот Сейчас опять вот покажу вам Смотрите Вот Нет Тут надо продержать Вот так вот Отпускаем И Оп Сложилось Почему-то не выполняется Я не знаю Причину Причина этого То что Не выполняется Кстати То устройство Которое у вас пропадает Можно его вернуть Вот следующая рампа Ну не рампа даже А кольцо Да Здесь уже на скорость Я так понимаю Давайте опять Призовем моего малыша Так он немножечко Вот его Его чуть-чуть нужно переделать Я переделал Но не сохранил Вот кстати Тоже удобная вещь По поводу сохранения Они сделали Это то что Когда вы сохраняете устройство Вы не Сохраняете новое Да Как бы устройство Под новым названием А сохраняете Переназываете Пересохраняете Вот так вот Наверное правильно Так Возвращаемся Здесь вот видите Якорь не стоит И поэтому Якорь нажать тоже нельзя Давайте Проверим Так Не в эту сторону Значит Окей Вот задание Выполнилось Рампа пропала Но ничего не дали Еееее Контент Ребятки Контентище просто О господи Ну ладно Это на самом деле Нормально Есть такой вариант И я боюсь Что такой вариант Я типа И вот это задание Уже проходил Да И типа Вот Ну как бы Типа второй раз Ты уже не получишь Награду Мне так кажется Вообще Честно говоря С этими рампами Ну вот Ну не мое это Типа гоночки Если только на соляной пустыне Наверное Вот рампы эти делать С гонками И вот еще один пример Рампы Да То есть не рампа А вот этого задания То есть мне надо прыгнуть Похоже запрыгнуть туда Вот И как мне понять Изначально Что мне нужно сделать То есть какую машину К этому готовить Ладно Давайте Окей Окей Попробуем просто пролететь Да Вот здесь Вот О Тут отлично Ну вот видели Надо было сюда запрыгнуть Просто И как мне это сделать Как мне это сделать При том что у меня Как бы устройства Нормальных нету То есть Возможностей нормальных нету Привели небольшую модернизацию Посмотрим что Ой Ой Скорость настолько Великая Что он просто Подлетает Он Черт Я не могу Немножечко управлять Круто Мне нравится То что получилось Прикольненько конечно Но Типа Можно ты просто Ехать будешь Давайте вот так вот Поставим Да Забавно что Такое маленькое устройство То есть оно уже Как бы А сейчас почему то Не летит Странно А вес Наверное Баланс веса Поменялся Скорее всего Да Еееее Я сделал это Но Опять же Опять же Мне Вроде бы Ничего не дали Ты серьезно? Почему Почему Ничего не дают? Я Я не понимаю этого На стриме Давали мне Сундучки То есть А я слишком Высоко взлетел Да? Понятно В общем Вывод такой Рампы есть Но возможности Их проходить Нету То есть Нету Никаких Дополнительных Блоков Ну как сказать В самом начале Особенно Когда у вас Ни черта Нету Да? То есть Ни Каких-то Нормальных блоков Ни Поворотных Даже вы Нормальный Как бы Прыгучесть Устройство Не можете сделать Потому что у вас Нету блоков Собственно говоря Ну и вот На этом Пока что Все На самом деле Еще очень много И блоков новых Есть В этом Обновлении Точнее даже Не то что новых Они старые Я их показывал В обновлении Это большие колеса Но вся фишка в том Что здесь Ими уже можно Пользоваться И так же Мелкие всяческие Возможности Здесь тоже появились Но вот По поводу ресурсов Это конечно Более эпично Мне очень понравилось Что с ресурсами Они теперь Тем самым Можно повысить ФПС Вы понимаете Что база Теперь не будет Жрать Такое большое Количество Ресурсов Компьютера Самой игры Да? Что Не будет лагать И это вот Радует В следующей Уже В следующей серии Да я уже буду продолжать Развиваться Может быть Ну нет Именно буду развиваться Сначала думал Может быть стримчик привести Потом думаю Да нет Не надо В общем Да Именно так Теперь будет Как бы с новой версией Это с одной стороны печально С другой стороны нет Потому что Новая версия Открывает Возможности новые И это радует Но в этой серии Я наверное Выполню еще Хотя бы одну Защити машинку Во время атаки Как пример Должен Должен быть показан Бой Да так скажем Ну вот смотрите Приехал Еду я И появился враг Охотник на меня Становимся Начинаем зарядку Своих Батарей До бесконечности Да То есть День Шесть батарей у меня Стоят солнечных И огонь Огонь Он даже еще не двинулся С места Понимаете В чем В чем прикол Он даже еще не едет А я его уже уничтожаю Он вот только начал стрелять Только начал стрелять В меня Ну конечно же Мы теперь Врываемся в бой Потому что нам нужно Его уничтожать Мы так будем долго Его пилить А нам нужно его Именно разобрать Да 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 Ну вот и все Собственно говоря Уже вражина готов У него сейчас Кончится батарея Он уже красный И сейчас Тут все рванет Ребятки Сейчас он Будет взрываться Ну да Уже Уже Почти Почти И Давай детонируй Уже Господи Ну да Вот понеслась Вот и все Ребят Потратил Хоть единичку Электричество Да потратил Но это же Великая проблема Вы чувствуете Им баланс Вот этого якоря Я думаю Что в дальнейшем Его конечно же Пофиксит Либо сделают так Что он будет Сбиваться во время Боя То есть допустим Если вы Вот на таком устройстве Его используете То он допустим Во время боя Будет сбиваться С якоря Либо Оно не будет Восстанавливать Не будет Восстанавливать Электричество Хотя я думаю Это будет сложно Сделать какое-то Ограничение В общем Честно не знаю Как они Ну как они Справятся с этой задачей Так скажем Да но Но проблема Проблема В этом проблема Я вижу прям серьезно Потому что это имбаланс То есть Ну ребят Ну Проблема только Заключается в ваших батареях Да то есть И день Да то есть То есть вы должны Выбрать только день И Тогда вот Триал на 900 метров И за 40 секунд Понимаете 900 метров за 40 секунд Надо проехать Вот это вот задание Да Ееее Вот как я давно ждал Это Вторая течь Чтобы гонки устраивать Ну ладно Давайте Все таки выполним Задание Вот это вот Охотники Да охотники Нашего Дружка Сейчас будут Уничтожать Мы его Будем Защищать Изо всех сил То есть Заметьте Он меня пытается Пилить Ееее Крутые охотники Такие Прям один Перевернулся Они Настолько Крутые Что Блин Они просто Мясом Берут Понимаете Просто Мясом Берут Нифига Себе У меня пушки По-моему Даже не стреляют Есть Один готов Второй Готов Взрывайся И последний Сейчас пушки Все развернутся И тоже Он сейчас Лопнет Давай Побольше Что-нибудь Побольше Прилетай Давай 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 Еее Тоже еще Такой Ладно Ну В принципе Что я хочу У меня четвертый Уровень ГСО Да Второй Уровень Геокорпс Там Первый Уровень Вентура Ну вот Уже Что-то Такое Более Более Внушительное Это хорошо Это радует Есть Опять Он Просто Лопнул Мы все Пытаемся Этого Малыша Уничтожить Еще одного Малыша Эх 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 Вот Намек На что я Вообще Вот Решил Эту миссию Показать Почему Потому что Вот смотрите Они и так Маленькие Да Вот враги И так Слабоватые Вот в данный момент А сейчас С возможностью Вот этой вот Так сказать Не приводниться Да Наверное Вот именно Приякриться Да Как это правильно Выразиться Я не знаю Даже То есть Опустите Воткнуть Якорь Вот при Этой Возможности Теперь Ну Ребят Серьезно Типа Вы серьезно Типа Тогда Улучшайте Сложность Да Увеличивайте Сложность Устройства Увеличивайте Какую-то Эпичность Устройств Чтобы они были В разы Сложнее В разы Не на Единичку Не на Две А просто В разы Сложнее Чтобы они Прям Не знаю Такие монстры Появлялись Чтобы Даже ту Регенерацию Которая у меня Сейчас есть Чтобы она Не справлялась С тем уроном Который бы По мне Наносили И мне приходилось Там издалека Или отступать На защитные Баррикады Строить Или еще что-то Вот что нужно Но ладно Разработчикам виднее На этом я буду Заканчивать Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если собрались Подписаться То обязательно Жмите на колокольчик Без него Вам не будут Приходить уведомления О новых видео Всем всего удачи И пока